всех приветствую на озоне бывает продают поддельные карты памяти имейте ввиду пред который стоит подозрительно дешево и который видится соответственно нормально то есть соответственно заявленной емкостью якобы на самом деле это не так в основном там бывает вместо допу 256 не 26 гигабайт а 8 допустим до 32 вот к вас вот такой вот вот допустим давайте посмотрим карты памяти вот допустим что у нас на зоне продают ну 32 гигабайта скорее оригинал может быть смотрите первую очередь должно много отзывов быть и она не должна быть дешево стоить ну это принципе 32 на 623 это нормальная цена может быть и оригинал это скорее оригинал отзыв видите много так это тоже принципе нормально ну давайте сейчас 1 подозрительно то есть 120 гигабайт тоже скорее оригинал потому что стоит 1000 рублей это приц нормально для 100 с 8 гигового карточки ну давайте посмотрим сейчас вот эти были это принципе будет нормальный пока так 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 в общем так это нормально это нормальная цена так во вот это как раз видите 256 гигабайт и стоит все 474 рубля это вообще подарок можно сказать давайте зайдем в общем так так в общем это 734 отзывы и смотрим что за отзывы на ведь это неплохая вот она против вскрытия что подделка все все правильно видите много негативных отзыв видите смотрите обязательно с низкой цена это указ что это подделка а сейчас я покажу сейчас свою карту которая купил 206 гигабайт за 900 рублей в прошлом году как она себя выглядит на давайте посмотрим так мой компьютер вот съемный диск так сейчас посмотрим свойства и кликнем свойства так 244 гигабайта видите на самом деле у нее только 32 гигабайта видится на полностью она 256 заявлено видится надо видится когда казалось бы хорошо он допустим но так сейчас я запущу тест тест с оживлением очень долгий вот сейчас выберу вот она и в режимы за сочтением вот это я flash drive тестер один 14 буду использовать программу старт тест давайте посмотрим так вот видите сейчас соответственно начался тест смотрите емкость соответствует заявлены смотрите видите тест идет вот эти нормально тест идет этот тест сейчас идет на запись у нас программа записывать на флешку как какие-то файлы допустим которые ну свои программы допустим в общем остальное время 537 ну это просто тут видите записи чтения сначала запишет а потом считывание и сравнением если будет все нормально это сейчас шкала должна быть зеленой вот это соответственно шкала зеленой быть должно то есть не будет красноты вообще не должно быть в общем так вот смотрите вот давайте посмотрим пусть пока тестирует так ну давайте посмотрим сейчас соответственно на эти смотрите обязательно отзывы и подозрить низкая цена этого указа сразу так карта память ваша ваша карта соответствительности не точно 26 ну тут видите нет но все правильно потому что дешево 474 рубля не может 266 гигабайт стоить она должна минимум стоит 1800 не меньше видите так что смотрите очень много подделок можем вот так вот видите смотрите данный как памятник xiaomi в общем короче говоря следующее когда я купил ее первые файлы она запи записала утопи которого 8 гигабайт емкостью общество маны как только 8 гигабайт прошло там следующее все битые пустые файлы они виделись но они пустые были понимаете они пустышки были существует тоже способ проверки допустим без тестовой программы забиваете флешку файлами различным фильмами там или какими другими файлами ну хотя бы больше половины емкости и как потом когда запишите соответственно и открываете сам последний файл и которые записались именно сам последний если последний файл у вас открывается и нормально работает у вас скорее всего флешка не подделка потому что у подделка как право последний файл и когда существенно превышает объем их ней настоящей емкости там 8 там до 32 гигабайт из 2056 они не будут открываться они просто они хотя видится будет они да но они не будут просто будет ошибка при открытии файла вот и все они так смотрим дальше как видите много отзывов недовольных ведь то есть подделка то есть я говорю они сначала записываются файлы до 8 гигабайт из 2056 а потом соответственно у нас они соответственно пустые файлы хотя ошибки записи нет все 256 гигабайт все нормально давайте посмотрим сейчас сколько там они процесс зашел смотрите здесь соответственно вот видите ошибок нет сегодня процент прошел то есть ошибки чтения времени записи нет увидеть пока но это пока еще рано говорить судить об этом потом соответственно покажу то есть запись она пройдет все все нормально полная шкала то есть без ошибок а вот как только ошибка при чтении сначала она будет нормально процента 3 а потом пойдутся пойдутся ошибки то есть три процента то это 8 гигабайт из 2056 в общем такая штука самое страшное если вы на нее запишите какую-то ценную формацию и представьте это ценную формацию большинство она просто просто она будет пустышка на просто просто не запишется и все вы знаете это как как может для вас это как может закончиться допустим ценную информацию и и нету потом хотя она и видится файлах и и просто нет особенно вы сняли допустим видеосъемка какую-нибудь да и представьте эти файлы просто пустышки вот представьте такую штуку Знаешь, как это обидно? Ну, давайте дальше смотрим. Отреть подделки. Так. Давайте посмотрим дальше. Что там есть у нас? Так. Вот это явно подделка, сразу скажу. Ну, это я не знаю. Первое, на количество, смотрите. Смотрите обязательно на вопросы. И на, разумеется, цену. Ну, 64 это нормально, в принципе. Вот это посмотрим интересно. Extreme 200 гигабайт. Тоже подозрение, что это подделка. Extreme-то они вроде дорогие, потому что. Ну, в принципе, за такую цену можно и реально найти. Ну, такие найти. Давайте посмотрим. Нигде не распознается карту. И компьютер тоже. Так что тоже смотрите. А вот сейчас, а вот, вот, сцена сейчас посмотрим точно. Подделка, не подделка, сразу посмотрим. Так. Угу. Так. Вот. 26 гигабайт и 960. Ну, не знаю я. Давайте посмотрим. Это тоже. Вот еще. Так. Сейчас посмотрим дальше. Вот 120 гигабайт. Это тоже подозрительно низкая цена. Smart Buy. В первую очередь, смотрите, если это пользователи отзывы оставляют, которые программа проявления памяти. В общем, запомните. Такое. То есть, смотрите, и не берите, подозрите низкой цене вообще. 120 гигабайт, она даже стоит не меньше 1000 рублей, если так. Вот карта памяти 2 терабайта. Интересно, что это за 2 терабайта же столько не может яма стоить, понимаете. Это обманка, сразу видно. Давайте посмотрим отзывы. Так, ну. Они видятся, я говорю, нормально они видятся. Якобы, что, а на самом деле, как вы писать начинаете, там первый файл записывается, а последующий они не записываются, они просто пустышки все. В общем, так. Это, скорее, подделка, потому что не может флешка 2 терабайта стоить 1200 рублей. Даже видите, запомните. Давайте посмотрим отзывы. Поэтому на Озоне смотрите, не покупайте подозрительно дешевые флешки. Иначе можете пожалеть. Обязательно читайте отзывы, потому что много подделок. В общем, говоря, тоже, скорее всего, подделка. Вот это Самсун, скорее, не подделка. Я, кстати, такой взял. Тоже нормальный. В общем, 128 должно быть не меньше 1000 рублей стоить, если нормальная цена быть. А 256 должно не менее 2000, то есть. Не меньше 2000. Я вот брал Самсун, 256, он за 246. Или она нормальная была по акции брал. Ну, это, скорее всего, Сандис, нормальная цена. Вот этот. Вот, видите, 26, ну, тут отзывов много. Не знаю, реально, реально, что ли? Давайте посмотрим, хотя у меня, конечно, сомнение, что у меня такая 256 гигабайт, но... Чего-то узнает. Ну, отзывов много, возможно, подлинное, но, конечно, дешево, больно. Давайте посмотрим, потому что обычно минимальный 1800, где-то к отзыву, отзывы, отзывы. Так, произошла ошибка. Сейчас обновим еще. Тут много отзывов. Скорее всего, возможно, оригинал действительно по акции продается. Ну, я не могу сказать, конечно. Да. Посмотрим, действительно, 26, она гигабайт. Ну, 26, да. Ну, как раз, не 128, 990. Ну, тут отзывов много. Тут, возможно, что оригинал, обычная подделка, не более 200-300 отзывов, как правило. Давайте посмотрим. Ну, действительно, цена подозрительно низкая, конечно. И смотрите, обязательно адекватные отзывы, когда люди действительно какие-то программы проверяют, что именно, именно запись чтения, именно со сравнением, допустим. Ну, может быть, и не подделка, не знаю. Может быть, и не подделка. Не знаю. Может быть, и нормально. Ну, много отзывов, значит, может быть, и не подделка. Просто по акции. Так что, может быть, так. Ну, это, принц, нормально. Давайте посмотрим карточки еще. Вот это вот, не знаю, на ИТЭК 195, тоже подозрительно, 128. Вот это, по-моему, явно подделка. Вот видите, 512 Samsung, это не может быть, им полторы тысячи стоить. Вот даже отзыв, смотрите, вот даже вот, звездочки уже видно сразу, что, видно, скорее всего, подделка. Записывайте, не читается видео, видите. Если хороший товар, действительно, хороший товар, у него даже, во-первых, отзывов, много отзывов, хотя бы 500 и выше, и, соответственно, оценка должна быть не менее 4,7. Обычно на подделке оценки, соответственно, они 4,2 и ниже, короче. В общем, так вот, видите, не работа, не может 512 флешка стоить вот до полторы тысячи. Три раза дешевле, потому что 512 стоит, не должна быть меньше 4 тысяч, не должна быть оригинальная. Я вон за 4,400 видел, он, ну, видите, сразу видно, что, вот, вот, ошибки. Так. Посмотрим отзыв. Ну, в общем, короче говоря, это явно подделка, и ни в коем случае не берите ее. Вот эта подделка, сразу видно. Ну, это может нормально быть. Видите, даже и оценка суммарно, она низкая. Так, дальше еще посмотрим, еще какие-нибудь емкие дешевые карточки. Во, 512, но, в принципе, вот эта, вот, вот эта, вот, вот эта, вот эта карточка, скорее всего, действительно оригинальная, поскольку, видите, отзывов много, оценка хорошая. Ну, и ценник тоже 4,471, это, в принципе, для 512 гигово, это нормально. В общем, так. В принципе, такая вещь, видите, поэтому вы не гоните за дешевизмой, иначе пожалеете. Так, так, что у нас сейчас флеш, так, флеш у нас, прошло у нас 2%, нормально, видите, зеленая горит, вот, нормально. Зеленая, вот эта, видите, она ведет себя нормально, флешка идет, нормально. Так, 64, ну, в общем, короче, можете, если много, тысячи отзывов, и действительно, оценка не ним 4,7, то тогда, возможно, не подделка. Давайте посмотрим дальше, так. Вот это сразу видно, что 205 рублей, что вот это явно подделка, видите, и, видите, отзывов, и такая низкая оценка, смотрите. Просто дело в том, что многие пользователи, ну, видо, увиделось, она как раз 256, ну, 200, там, 44 гигабайта, и все хорошо, нормально, записали пару файлов. А дальше-то они не проверяют, что именно конкретно, поэтому пишут оценки, отлично. Видите? Видите? Сохраняем файл, не видно ни в телефоне, ни в компьютере, мертвый груз форматирован, не помогает, в общем, дешево, подделка, деньги на ветер. Вот, видите? 400 с чем-то рублей, 206 гигабайт она стоить не может, понимаете? Поэтому, смотрите, не попадайтесь на подделки. Запомните. Ну, ладно, в общем, я, в общем, вам сказал, дальше, соответственно, это делать, а решать вам. Так, вопросы. Сразу видно, что вопрос про настоящая или грушная карта, или что? Ну, в общем, такая штука. Поэтому на зоне, бывает, сейчас подделка продает, поэтому, если она подойдет дешево, и если оценки отзывов немного, и эта оценка не ниже 4,7, там, там, 4,2 и ниже, это, скорее всего, подделка. Запомните. Ну, сейчас я тогда результат тестирования покажу, в общем, смысла больше нет, так время от времени паузы буду включать. Так, сейчас у нас 3%, видите, ошибок нет. Давайте дальше посмотрим тестирование карточки. Итак, вот 9% записи прошло, то есть, явно больше 8 гигабайт, но вот то, что, видите, процесс записи идет без ошибок, видите, все зеленое, вот это, и она, в принципе, вся будет. Ну, давайте посмотрим дальше, в общем, так вот. В общем, такие дела. Итак, как видно, уже 90% записи, видите, никаких ошибок нет, в общем, будем ждать, соответственно, появили это чтение и сравнение, в общем, будем ждать сейчас следующего теста. Вот здесь, соответственно, уже будут, соответственно, кучи ошибок, но не сразу, а спустя прохождение, вот, не сразу. Несколько из этих гигабайт. Ну, как 8 гигабайт здесь закончится, так начнут ошибки, потому что просто физической памяти попросту нету. То есть, уже, видите, 90% уже записи осуществлено. Скоро стать неплохая, 18.62 мегабайт в секунду. Ну, осталось 20 минут, сейчас, через 20 минут, как раз, следующий тест начнется, мы посмотрим, соответственно, как он будет идти. Именно чтение и сравнение. Вот, вайт, чтение и сравнение. То есть, сначала запишет информацию, а потом, соответственно, программа будет сравнивать, соответственно, с внутренним содержимым, то есть, содержимое SD-карты, соответственно, то, что программа записала. То есть, если будет расхождение, то сразу, значит, полетят ошибки. В общем, давайте, соответственно, смотреть. Так, ну, в общем, пока, соответственно, пауза. Итак, как видно, уже 90... Итак, начался у нас как раз тест чтения и сравнения, соответственно. Вот она, Redding и Comparant, то есть, сравнение, чтение и сравнение. И вот здесь, короче говоря, эта карта, если она паленая, то, соответственно, пойдут ошибки. Сейчас пока пройдено немного, поэтому ошибок пока нет. Ну, вот, процента 3 пройдет, пока 0%, процента 3 пройдет, и тогда, соответственно, пойдут ошибки. Около 3-4%, ну, это, соответственно, это. То есть, 8 гигабайт, как первая у нас, соответственно, они сейчас тоже совпадают, потому что 8 гигабайт вот здесь, вот в начале области памяти, она есть. Остальные, у нее нет памяти физической. Вот только 8 гигабайт вот здесь, поэтому ошибок пока нет. И, соответственно, сейчас вот некоторое время пройдет, и, соответственно, начнут ошибки. Ну, потом, соответственно, я включу и покажу. Так, на паузу поставлю. Так, 1% прошел, пока ошибок нет. Давайте посмотрим. Где-то на 3-4% здесь будет ошибка. В общем, так, давайте подождем, соответственно. Так, 2% прошло, соответственно, пока еще ошибок нет. Это где-то 3-4% надо ждать. Давайте потом подождем сейчас. Итак, 3% прошло, и вот, смотрите, полетели ошибки. Видите, все, вот они. Вот, все. Смотрите, красненькое пошло. Соответственно, видите, все, все. Все, 3%, как я и говорил, и все, 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 все ошибки летят. Вы, герой, 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 смотри, сколько, все. Вот. Смотрите, сколько ошибок вон, вот, пожалуйста, все, даже, даже ни одной, даже, даже нету ни одного зеленого, даже все, одни ошибки, видите? Это говорит о том, что просто здесь, соответственно, ячеек нет вообще памяти. Видите, все, 3% прошло, и он уже тут буксует, вот. Видите? Не время остаточное, смотрите, перестало, застыло вообще все, видите? Вот это и есть признак плохой, соответственно, поддельной памяти, вот, как видите, все, да, летят ошибки. Вот в этом и есть суть, то есть, первое, вот, 3% записалось, это 8 гигабайт, примерно, из 250 гигабайт, где-то 8%, 3%, где-то, это 8 гигабайт, вот, вот, и все. И тут сразу видно, что летят ошибки одни. Ну, что тут понятно еще, даже все, он застрял, видите, он даже дальше, дальше, дальше не идет дальше вообще. Все, видите, одни ошибки за ошибками. Видите? Нескончаем поток, вон, видите, сколько уже ошибок уже. Просто тут физической памяти нет просто, и все, одна видимость только сделанного. Поэтому не покупайте подделки, в первую очередь смотрите на цену и на отзывы, в первую очередь. На хорошие, на хорошие карты памяти, она не может стоить дешево, и, соответственно, смотрите отзывы, лучше 500 и выше, чтобы отзывы были хорошие. Особенно обращайте внимание, Игорь, кстати, тоже обсуждение смотрите там, соответственно, тоже там, вместе с отзывами тоже есть еще, вопросы. Там тоже бывает часто пишут еще, так что, в общем, не ведитесь на это, на низкую цену, потому что это, как видите, обманка. Я вот тоже за 930 рублей купил, кстати, не так дешево, думал 26, но отзывов было немного, и, кстати, положительные были, но увидите, вот что делал, как лоханулся, очень, короче говоря. В общем, это на озоне, других я не видел, супермарк, может быть, тоже есть, но если слишком низкая цена, напоминаю, что 256-ти гиговая версия, она стоит не должна меньше 1800. Не может она стоить меньше, чем 1800, если она нормальная. А если там предлагается 500 рублей, то ясно, что она подделка. Как видите, все это бежит, бежит, и ничего это. Ну, в общем, я прощаюсь, всем всего доброго, ждите нового видео, пока. До новых встреч, если кто-то смотрел видео до конца, тот молодец.